Юрий Корчевский «Фронтовик не промахнется!» Жаркое лето 53-го Глава первая. Возвращение в столицу Прошло два года, за которые произошло много событий. Во-первых, Андрей женился. Свадьба скромная была. Для молодой девушки свадьба — едва ли не главное действие в жизни. Мария расстаралась, к торжеству платье новое пошила. Андрей обручальные кольца купил. Не самые дорогие и шикарные, но все же золотые, по талонам из ЗАГСа. Со стороны жениха была пара — Феклистов с женой, да тетка Маня. А со стороны невесты — трое подружек из института до мамы. После того, как расписались, радостные события рождения новой советской семьи отмечали дома у Марии. Хоть и не хотелось Андрею Примаком идти, а пришлось перебраться в дом Марии. В общежитии в милицейском комната уж очень мала и удобства в коридоре. Один на этаж с неизменной очередью. Но пообтерся, привык. Служба неплохо шла, понемногу вал преступлений стихал. Но жизнь не может не подбрасывать сюрпризы. После нескольких стычек с начальником милиции, капитаном Щегловым, Феклистов перевелся по службе в Москву. Да не на равную должность, а начальником отдела уголовного розыска крупного городского района. Знали Николая Ивановича в главке, ценили. Устроил Феклистов для сослуживцев, которых уважал, отходную. Когда гостей, изрядно поддатых, провожал за калитку, Андрею сказал, «Жаль, что расстаемся. Сработался я с тобой. Но помни, освоюсь на новом месте, к себе перетащу. Не даст тебе Щеглов толком работать. Ему бы только показатели давать, чтобы перед начальством отчитаться. Не любит он службу и не понимает. Ты как? Да я не против». Оно и в самом деле. Щеглов Андрей терпел, после перевода Феклистова поставил Андрея начальником УГРО. Не за деловую хватку, а просто некого было. На место Андрея нового опера приняли младшего лейтенанта Савицкого, только что окончившего школу милиции. Молод, опыта нет, всему учить надо. И какой из него опер получится, пока сказать нельзя. А с Феклистовым они друг друга с полуслова понимали. Это как у летчиков-истребителей слетанность пары. И Марии приходилось в Москву на учебу в институт каждый день на электричке мотаться. Было еще одно обстоятельство, о чем месяца через три сообщил по телефону Феклистов. Не забыл еще Петра Вениаминовича? Как же, забудешь его. Отец бывшей возлюбленной Валентины, ставивший палки в колеса, из-за чего Андрей из прославленного Мура ушел. Как его забыть? А что с ним? На пенсию с почетом проводили. Да ну! Баранки гну! У меня в отделении место скоро освободится. Опера бандиты ранили. В больнице сейчас. Поправляется уже. Но к службе непригоден будет. Если только в паспортный стол или в архив. Постараюсь начальству тебя сосватать. В принципе, в Балашихе Андрей уже освоился. Как-никак, два с половиной года срок изрядный. И преступления громкие были, которые расследовать смогли. Да и начальство из областного главка отмечало премиями или, что чаще, грамотами. В трубке только шорохи слышны. Андрей переваривал услышанное. Так я не понял. Ты согласен? Спросил Николай. Согласен, согласен. Тогда бывай. Жди приказ о переводе. В трубке короткие гудки. Министерство одно, но главки разные. По переводу потребуется согласование. Андрей представил, как вытянется лицо у начальника милиции Щеглова, когда увидит приказ о переводе Андрея. Сам виноват, что фактически выжил из отделения Феклистова. Шли дни. Андрей никому, даже Марии, о телефонном разговоре не сообщал. Дело может не выгореть, а у женщин языки длинные. Видимо, не все у Феклистова удачно получалось. Время шло, а приказа не было. Андрей решил. Правильно сделал, что Марии не сказал. А через месяц события пошли чередом. В милицию соседка тети Мани позвонила с печальным известием. Скончалась тетка в одночасье. Для Андрея удар под дых. Старенькая была, прихварывала, возраст все же. Но что бы вот так внезапно? Андрей Щеглову заявление написал три дня без содержания и на электричку. С Курского вокзала Николаю позвонил. Не оставился служивец и приятель в беде. Дал опера с мотоциклом. Без его помощи совсем бы зашился. Москва большая. Пока все справки соберешь, с местом на кладбище определишься, железные набойки на туфлях сотрешь. На похороны Феклистов пришел, соседи по коммуналке. Выпили на поминках. Андрей досадовал на себя. Мало внимания тетке уделял. Поговорить бы с ней по-людски, не спеша. А все служба, времени не было. Единственная родная кровь была. Не она, так и про корни свои не знал бы. Думал, что из пролетариев. Три дня, как в Балашиху вернулся, Феклистов звонит. Есть приказ на тебя. Так что, через день будет он у Щеглова. Можешь, дела в порядок приводить. Дома Андрей Мария о приказе сказал. Жена обрадовалась. На первое время в комнате тетки жить будем. Ты ведь там прописан. Тесновато. Как освоишься на службе, заявление подашь на расширение жилой площади. Щеглов, как приказ получил, метал громы и молнии. Из-под тяжка провернул. Дружок помог. А против приказа не попрешь. Андрей оружие сдал, передал текущие дела молодому оперу. Пусть теперь Щеглов сам замену ищет. Не он бы, так до сих пор Феклистов в районном Угро работал. Утром уже входил в райотдел милиции. Здание осмотрел с интересом. Все-таки новое место службы. Феклистов представил нового сотрудника со служивцем. Отдел уголовного розыска побольше, чем в Балашихе. От них оперов семь человек. Так и район больше. И население по численности раз в восемь-десять, чем в Балашихе вместе с районом. А Фролове сотрудники понаслышке знали, все же в одной структуре служили, приняли хорошо. День ушел на оформление документов, получение оружия. А еще по карте границы района изучал. Непростой район. Рынок, вокзал, промышленное предприятие. Что рынок, что вокзал, точки притяжения криминала. Борье, жулики всех мастей. Хотя старожилы отдела заявили, что за семь лет после войны порядок навели. Часть преступников посадили, другие в разборках погибли, в перестрелках с милицией. Кроме того, количество оружия на руках у населения поубавилось. Стволы изымались у задержанных на месте преступления, при обысках подозрительных лиц. Изъятое оружие уничтожалось, а подпитки не было, если только из старых схронов. Юрий Корчевский «Фронтовик не промахнется!» Жаркое лето пятьдесят третьего. Глава первая «Возвращение в столицу». Прошло два года, за которые произошло много событий. Во-первых, Андрей женился. Свадьба скромная была. Для молодой девушки свадьба едва ли не главное действие в жизни. Мария расстаралась, к торжеству платья новое пошила. «Возвращение в столицу».